Он оставил политику, но жизнью наставить не мог. И до последнего интересовался событиями края, прокручивая в голове, а как бы поступил сам. Александр Назарчук – человек, проделавший путь от помощника бригадира до министра сельского хозяйства России. Его будут помнить и как политика, и как неравнодушного руководителя коллегу-друга. 1 февраля он трагически умер. Взаимоотношения, взаимопомощь. У него это присутствовали сейчас, не у каждого это есть. Он до того мог настроить людей, человека, что не надо сторожей, как говорится, ставить на смотрщик. Будешь делать, свою инициативу проявлять. Он вообще отдыхал? А я точно не скажу. По-моему, нет. Работал и правда много. Всю жизнь. В колхозе родного Романовского района, райисполкомах, руководил агропромкомитетом края. Курировал эту сферу в Госдуме, а затем возглавил Минсельхоз страны. Все это в непростые 90-е. В сложные, самые тяжелые годы, когда в обществе, по сути, наступил раскол, продолжал заниматься деятельностью созидательной. Не помню, кто из наших алкайских деятелей становился министром Российской Федерации. Конечно, в той команде уже все не мог. Не те взгляды. Но все равно впервые придем, делались робкие попытки правительства Российской Федерации начать поддержку российского села. Так в Шипуново до сих пор помнят комбайны, которые в район пришли благодаря помощи Назарчука. Социально-экономическим развитием всей территории региона, а не только городов, он занимался всегда. Если вот все думают, что Назарчук сельхозник, то Назарчук, придя в сельский район, медицину поддержал, поддержал культуру, поддержал народов, ему все было важно. Но, как бы он всегда говорил, будет базовое хозяйство, будет образование страны. Александр Григорьевич, вот если бы ты еще школу комсомола прошел, ты бы стал не только министром сельского хозяйства страны, но и президентом. Были ли такие амбиции у Александра Григорьевича, доподлинно неизвестно. Но то, что Назарчук не прижился в федеральной политике, многие считают с закономерностью. Не сумел бы подстроиться. Он имел свою твердую точку зрения. Твердую. Он не велел. Считал он так, вот так себя вел. Для нас он стержень и основа нашей семьи, вокруг которого, по сути, все и строилось. И сегодня стержень этого не стало. Причем не стало трагически от этого больней еще. Осиротевшие чувства общие для всех. По словам знакомых Александра Григорьевича, к каждому он относился нервонадушно и старался решить любую проблему, даже уже отойдя от дел. Свой покой человек-легенда нашел на Власихинском кладбище. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.